Здравствуйте, дамы и господа. Мы продолжим с вами разобирать чувства. На прошлом занятии мы что прошли? Чувства слуха и как им надо дорожить. И пространство. То есть в пространстве легче слышаться. Таким образом пространство или как говорят тонкий элемент эфира он связан с чувством слуха. Очень важно мы говорили, чтобы его не засорять, чтобы не слушать всякие гадости, не говорить всякие гадости. Если мы говорим какие-то гадости, то мы засоряем эфир или пространство и соответственно у нас потом обратный эффект. У нас возникает что? Плохо слышим. И все болезни, которые связаны с умопоморочением, шизофренией, они могут прийти. Ну и всякие беспокойства. Мы также говорили о методах, с помощью которых можно лечить все те заболевания, о которых мы говорили. Это находясь в пространстве, это наша среда обитания, тот мир, где мы живем. Это пять элементов пространства или эфир. Воздух, огонь, вода и земля. Если мы отдаляемся от этих очень важных элементов, то мы выходим из своей среды обитания и начинаем заболевать. То есть все болезни возникают из-за того, что мы неправильно живем в нашей среде обитания. Подобно тому, как рыба, ее среда обитания это вода. Если ее оттуда вытащить, она будет постепенно умирать или чахнуть. Так же и мы. Какие у вас есть вопросы по прошлой лекции? Почему старым людям тяжело, у них возникает такая болезнь, что они старческое плохо слышат? Они уже все слушали, все слышали, а выводы не сделали. И соответственно, по закону мироздания, зачем еще что-то слушать, если человек не хочет слушать? Ему орган, чувство, слух уже не нужен. Поэтому он уменьшается. То есть у нас вдруг ухо заболело или чрезмерно сильная громкая музыка, которая звучит в пространстве, или кто-то нам полезную вещь сказал, а мы не послушались. У нас заболевает ухо. Буквально вслечится через два дня. Можете заметить, если у кого часто уши болят, тот может этот момент проследить. Вы не согласились, кто-то вам что-то высказал, хорошую вещь, приятную, которая вам поможет в жизни, а вы ни с ней не согласились, и у вас будут уши постепенно заболевать. Так это связано. А чем меньше мы слышим, слушаем полезные вещи, тем меньше у нас свобода уменьшается. Почему? Потому что слух связан с пространством. Чем больше мы принимаем и слушаем те вещи, которые полезны нам, тем больше у нас свобода увеличится внутри. Когда свобода внутри увеличится, нам хочется жить и хочется делать правильные вещи. И я вам говорил, что нужно обязательно расширять свое сознание для того, чтобы выйти из состояния зажатости и увеличить в себе элемент эфира или пространства, чтобы нам было хорошо и было много чистых мыслей. Кто-нибудь попытался это сделать? На практике все сложнее. Опять пришли домой, и все, бытовуха. Попробуем сейчас с вами расширить свое сознание, да? Сделаем такой аутотренинг простой на расширение сознания. Вы дышать умеете? Правильно. Наверняка умеете. Итак, ваша задача дышать. Дышать это очень глубоко и очень медленно. Итак, глубокое дыхание означает, вы глубоко вдыхаете, медленно и глубоко вдыхаете. Вот такое состояние дыхания, оно успокаивает сознание и легко контролирует свои чувства, в том числе и ум. Второй момент. Если вы так будете дышать глубоко, то вы не заснете. Засыпая тогда, когда дыхание уменьшается, когда широкое дыхание, когда оно очень глубоко, вы не будете спать. Поэтому, как только вы будете сидеть, будете меня слушать, и как только дыхание захочет уменьшиться, не давайте им это сделать, знаете, заснятие. Чем глубже, тем лучше. Итак, сядьте поудобнее. Будем с вами на пространство сотачиваться. Глаза можно закрыть. Дыхание глубокое. Постарайтесь оточиться внутрь себя, настроиться на себя, почувствовать себя изнутри. Глаза расслабляйте. Направьте свои глаза вовнутрь. Погуляйте немножко внутри тела. К ноге, к руке, к сердцу и так далее. Такая внутренняя деятельность. И одновременно попробуйте почувствовать сразу все свое тело. Голова, ноги, руки. Все должны вы хорошо прочувствовать. Теперь мы постараемся немножко расширить свое пространство, увеличить свою свободу. Дыхание глубокое. Не позволяйте дышать поверхностно. Теперь расширяйте свое сознание. Выходите во все стороны. И попробуйте подумать о всей этой комнате. То ваш ум, он как бы расширяется. И сразу думает о всей этой комнате. Об этом зале. Если тяжело, попробуйте подумать о четырех углах. Попробуйте пальцем дотронуть до четырех углов. Мысленно. Раз, два, три, четыре. Ощутите на пальчике давление угла листины. Или стены. Попробуйте одновременно сделать с четырьмя углами это. Прочувствовать хорошо четыре угла этой комнаты. А теперь попробуйте посмотреть за стену. Или за стеной. Очень хорошо. И теперь соточьтесь на всем нашем круглом земном шаре. Он такой круглый, большой, много голубых морей, океанов. И постарайтесь увидеть континенты. Такие кусочки земли. Разными цветами. Они выглядят. На этих континентах страны есть. Государства всякие. И теперь соточьтесь на всем воздухе, который окружает этот весь земной шар. Такая оболочка воздуха. Это пространство. Пространство очень большое. Очень великое. Земля, она как бы плавает в пространстве. Сосредоточьтесь на этом пространстве. Широком, большом. У меня нет конца. Конца мы не можем достичь своим умом. Куда бы мы ни убегали. Конца нет. И постарайтесь удерживать такое состояние расширения. Почувствуйте себя единым с этим пространством, с этой вселенной. Вы можете почувствовать, как у вас увеличивается внутри сила. Из-за того, что вы себя чувствуете таким большим. Широким. И теперь очень внимательно сооточьтесь на этой вселенной. И постарайтесь услышать. Услышать какой-то звук. И вначале вы будете слушать, слышать даже не звук. Какую-то вибрацию. Просто вибрация идет. Дышим глубоко. Медленно. Вы слышите вибрацию, которая вибрирует со всех сторон. И идет к вам. Какой-то гул такой. Слабый-слабый. Почувствуйте эту вибрацию со всех сторон. Все вибрирует. В таком расширенном сознании вам ничего не страшно. Потому что вы становитесь очень большим и могущественным. Подобно могуществу вселенной. Очень медленно мы возвращаемся. Обратно думаем о себе. Об области сердца. Мысленно попробуйте дотронуться до своего сердца. Указательным пальцем. Сделать очень глубокий вдох. И выдох. Вот такой тренинг, расширяющий сознание. Вот так нужно именно заниматься. Что это дает? Улучшает слух. Однозначно. Просто звук, который мы слышим с приемника или с магнитофона, он наоборот уменьшает слух. А вот такой звук, он наоборот улучшает слух. Чувство слуха улучшает. Эта методика расширяет сознание. Очень излечивает беспокойство практически все. Если у вас какое-то беспокойство возникло, то стоит вашим сознанием соединиться. С этим огромным творением вы сразу чувствуете, как вы становитесь невозмутимым. Это очень важно, особенно сейчас. Также появляются широкомыслие. Ум расширяется, и он уже может охватить какой-то предмет. Например, когда мы думаем о чем-то, хотим что-то понять, нам очень сложно его понять, потому что наше сознание не может охватить весь предмет сразу. Вот такое расширенное сознание позволяет охватить какой-то предмет, который мы хотим понять. Это может быть любой предмет, начиная с компьютера, заканчивая чем угодно, изучением английского. И такое расширенное сознание позволяет даже без английского понимать. Если так заниматься каждый раз, вы будете понимать, о чем идет речь. Если вам удастся со мной поехать куда-нибудь в Индию, вы поймете, что это вам пригодится. Так как вы до какой-то степени поймете, что человек думает о вас и что он от вас хочет. Как правило, одного только хотят от нас. Что от нас одного хотят. И также появляется ощущение свободы. Ощущение свободы, когда вы чувствуете, что какие-то тревоги, они вас уже не затрагивают. Вы хотите быть выше их беспокойств, хотите выше быть беспокойств. Итак, запишите себе новую тему осязания. Какое чувство у нас есть? Очень важное чувство. Если его не удовлетворить, это чувство осязания, то у нас будут проблемы со связанием. Какие могут быть проблемы со связанием? Да мы даже об этом не думали, что какие проблемы? Со вкусом понятно, не поел, плохо стало. Со слухом тоже, не послушал что-нибудь интересное, неинтересно жить становится. Надо посмотреть какую-нибудь комедию по телевизору. Или еще что-нибудь. А вот с осязанием, какие могут быть проблемы? Без осязания мы не захотим просто жить. Это прикосновение, это поглаживание, это наслаждение каким-нибудь сексуальным удовольствием. Без этого куда? Это самое сильное наслаждение кожей. Сексуальное наслаждение самое высшее в этом мире. Нет ничего слащи. Согласны? Нет? Вот, видите как. И если чувство осязания не будет удовлетворено, то жить не захочется. Поэтому чувство осязания стоит на втором месте. И нужно тоже с ним как-то работать. И мы будем сегодня об этом говорить. Второе по высоте чувства, это как раз осязание. На первом месте стоит слух. Когда вам не нравится с кем-то говорить, то есть воспринимать кого-то на слух, уже слышать кого-то не хотите, что вы им говорите? Не трожьте меня. Осязание. Не притрагивайтесь ко мне. Так, идите прочь отсюда. Хватит. Не хочу вас слышать. И не хочу, чтобы вы ко мне приставали. То есть притрагивались. Так вот, если кто-то вас не погладит, что возникает? Первое, что возникнет напряжение постепенное. Будете вы напрягаться. Особенно мужчины. Вот если их вовремя не расслабить, они чрезмерно напрягаются, и потом доставляют всем беспокойство. В том числе и себе. Даже в первую очередь себе. А если женщину не погладить, то что возникнет с женщиной? Она просто скажет, что меня не любишь. И становится тоже жесткой. То есть можно заметить, что если нет того человека, который нас гладит, неважно, кто это, женщина, мужчина, они все становятся очень жесткими, напряженными, нервными. Поэтому чувство осязания – это очень важное чувство, и с ним надо тоже уметь работать. Итак, как появляется чувство осязания? Изначально от элементов, помните, мы говорили, от звука появляется пространство. пространство порождает воздух. И как раз-то воздух порождает чувство осязания. Как можно связать осязание с воздухом? Я не понимаю, например, связи осязания с воздухом. Вы можете где-то найти параллели? Воздух с осязанием. Итак, смотрите, как осязание. Давайте просто параллель такую найдем. Воздух порождает чувство осязания у нас. Просто появляются чувства осязания. И орган осязания – это что? Кожа. Вот и параллель. Теперь смотрите, если мы наденем на руку перчатку, воздухом меньше становится, соприкосновение с рукой, и ощущение уменьшается. Понимаете идею? Если вы закраствуете себе руку, то когда вы дотрагиваете, вы уже не ощущаете, как ощущали раньше. То есть притупляются ощущения. То есть благодаря контакту кожи с воздухом происходит ощущение. Понимаете? В этом и есть ощущение. Если бы не было воздуха, ощущения бы просто не было. За счет того, что в порах кожи находится воздух, и за счет того, что он находится везде, мы чувствуем очень четко. Стоит только прекратить доступ к коже с воздухом, сразу кожа перестает чувствовать. То есть ощущение, чувство осязания прекращается. Понимаете, в чем хитрость? Итак, без воздуха мы не можем ощутить. Подобно этому, если контакт с воздухом уменьшается у человека в теле, его ощущения уменьшаются. Вам секрет. Если у вас контакт с элементом воздуха очень хороший в уме, много свежести в уме, много воздуха в уме, знаете как, а если вы видите человека такой, затухший такой, ему не хватает воздуха, знаете, что у него ощущения такие же будут слабые. Это все связано на психическом уровне. Поэтому секрет такой. Если элемент воздуха очень силен, вы будете ощущать такие ощущения от прикосновения. Где лучше всего эти ощущения ощущаются? На природе. Правильно. Почему там много воздуха? Еще как ощущаются? Люди в субботу воскресенье тратят на то, чтобы на воздух поехать. Чем теплее, тем лучше. Особенно в горах. И рядом с водоемами. Потому что оказывается вода, она умеет хранить также воздух. Поэтому что нужно делать? Нужно налаживать свое отношение с воздухом. Как можно налаживать свое отношение с воздухом? Дышать. Есть такая пранаяма, называется бастрика пранаяма в Индии. Бастрика пранаяма, она делает так, что вы дышите, дышите, и потом вы ощущаете такие тонкости, вам стоит так лечь, вы будете полчаса лежать под наркотиком. Представляете? Просто надышались. То есть увеличили контакт своего «я» с элементом воздуха. У вас воздуха стало больше, вы ощущаете малейшие тонкости. И вам даже так кажется, что у вас столько воздуха, что вы становитесь очень легкими. Это уникальное состояние. Не нужны никакие наркотики. Но нужно быть осторожным. Очень опасная пранаяма, бастрика. Так мы соприкасаемся. Поэтому все мы стремимся к наслаждению чувств. И чтобы чувства не деградировали, мы постоянно прикасаться, особенно к одному и тужему человеку, постепенно человек теряет ощущение остроты. Хочется попробовать кому-нибудь другого. Я вижу на практике, что так происходит, что люди бегают. Причем вот так. Один к одному, другой. И потом раз, третий, четвертый, пятый. Почему? Ищем прикосновения. Зрение тоже, оно быстро очень. Привязываемость мы как раз через зрение. Об этом я потом поговорю. Тоже очень уникальное понимание. Но вы должны понять. Воздух связан с изданием. Не обязательно дышать. Можно пойти просто глубоко дышать. Делать такое глубокое, медленное дыхание. Или обязательно побывать, как после природы, хочется наслаждаться. Замечали, нет? После природы. Побыстей бы домой. Домой прибежали, на два дня уже все. Все хуже и хуже. А стоит недельку вам где-нибудь в лесу пожить, в палатке, вы просто будете наслаждаться душем горячим. Понимаете? А если каждый день этот душ уже неинтересно, уже ощущение, осижание, оно уменьшается, и вам уже этот душ. Опять идти надо в душ. Сказали, надо каждый день мыться, чтобы поддерживать чистоту. Природа нужна. Понимаете, в природе мы чувствуем себя очень хорошо. Отдаляться от природы нельзя. Поэтому обязательно в себе запишите такой момент, что, как я сказал, поощрительный приз раз в неделю должен быть всегда природа. Хотя бы просто полчаса. Так посидеть, ничего не делая. Обостряются все чувства. Даже зрение. Вкус тоже улучшается. После природы что хочется делать? Кушать. Правильно. Видите, обновляется чувство где? На природе. Там как зарядка. Ты приходишь, батарею заряжаешь. Зарядил, пошел дальше разряжать. Ну, если полностью разрядил свои батареи, есть такой вариант, что потом он вообще перестает заряжаться. И даже природа уже не мила. Это значит, что батареи уже полностью разрядились. Нужно идти к специалисту, который даст нам по голове и скажет, давай-ка, брат, прекращай все это делать. Итак, без воздуха невозможно ничего ощущать. И мы должны соприкасаться с чистыми вещами. То есть, чтобы не загрязнить наше чувство осязания, нужно соприкасаться с чистыми вещами. Не грязными. К сожалению, сейчас всякие вещества существуют, которые мажем на себя. И говорят, что улучшается кожа. Да? Полная чушь. Только воздух улучшает кожу. Элемент воздуха. Если будете делать дыхательные упражнения, у вас просто улучшится кожа за полгода. И там не будет ни сухости, ни влажности. Будет все замечательно. Почему? Потому что дыхательные упражнения увеличивают метаболизм в теле. Обмен веществ увеличивается. И все непонятности уменьшаются. Эндокринная система улучшается. И все будет замечательно. Видите как? Итак, парфюрмерия. Она загрязняет до какой-то степени. Некоторые очищают, смотря какая. Поэтому выбор очень должен быть тонкий. Итак, парфюрмерия, которая в ней находится продукты убийства, всякие животные жиры, они загрязняют осязание. У нас ощущения уменьшаются. Как я уже сказал, это очень важное чувство осязания. Без него нам неинтересно будет жить. Мы через мяль напряжемся, и потом нам плохо станет. По крайней мере, мы должны соприкасаться иногда с воздухом. То есть выходить в плавках на природу, по песочку кататься иногда тоже хорошо. В грязи некоторые даже. Видите как? Грязевые ванны улучшают кожу. Потому что человек, он настолько соприкасается с элементом воздуха и с элементом земли, вот непосредственно кожей, у него улучшение идет. Как только прекратил, опять начинается. Итак, осязание также позволяет ощущать наши внутренние органы. Осязание. Оказывается, есть внешнее осязание, и внутреннее осязание. То есть внешнее осязание, когда вот дотронулись до нас, мы чувствуем, ага, до нас дотронулись. Некоторые думают, плохой человек дотронулся, некоторые хороший. Но другой вариант. Внутренние органы какие существуют? Легкие. Есть такие? Иногда, когда они очень сильно болят, вы их чувствуете прям. Вот прям, как давление там какое-то. Понимаете? Это тоже внутреннее осязание. Это внутреннее осязание можно очень сильно развить. Причем уникально развить. И у кого чистое осязание, такое тонкое осязание, когда у человека много внутри воздуха, когда он много на природе, он четко чувствует, даже стоит дотронуться ему до какого-нибудь зверюшки, он сразу чувствует, что с ним происходит. Такое сильное осязание. Итак, можно почкой ощутить. Хотите попробовать? Смотрите, их две. Правая и левая. И сейчас попробуйте сделать так. Постарайтесь успокоить свой ум, для этого медленно дышите, глубоко так. И соточьтесь на правой почке. Может быть, вы не знаете, но приблизительно подумайте о ней. Просто подумайте, подумайте о ней, попробуйте ощутить ее. Попробуйте ей дышать. Попробуйте даже так сделать. Попробуйте почкой правой вдохнуть, выдохнуть, вдохнуть, выдохнуть. Теперь соточьтесь на левой почке. И опять попробуйте вдохнуть и выдохнуть. И где лучше вдыхается, там лучше почка работает. То есть вы можете почувствовать там легкость, если там какая-то тяжесть, она хуже работает. Вот так вы можете с помощью своего сезония понять, какая почка барахлит. Можете также вылечить. Стоит только подумать о ней, она будет лечиться. Что мы еще делаем с вами кожей? Кожей мы наслаждаемся. Вот так можно сказать. И тут есть два таких аспекта. Первый аспект – это когда человек наслаждается кожей, как животное. То есть он наслаждается другим человеком, но при этом он не любит. То есть эгоистичное наслаждение кожей. Но при этом к человеку неких чувств нет. Так его чувство осижания деградирует. Чувство осижания деградирует, элемент воздуха уменьшается, ему становится совсем как-то плохо внутри. Кто-то наверняка пробовал и может почувствовать такое ощущение, какое-то пустоты. И кожа ухудшается. Понимаете? Потому что человек удовлетворяет свой собственный эгоизм через кожу. Хочу наслаждаться этим человеком. Все. Только ради себя. Не на него особо так. Он просто красивый, такой классный. И чем больше, тем лучше. И чем больше их, тем тоже лучше. Вот так человек деградирует. Его чувство осижания уменьшается, потом вообще ему становится плохо. И возникают всякие болезни. Кожа. Если мы неправильно пользуемся кожей, что болит? Кожа, легкие, бронхи, сердце, дерматиты, псориазы, шелушения всякие. Это указывает на то, что что-то у нас не так делаем с кожей или с воздухом. У нас не в порядке все. Если вы все время сидите в шахте, то появляются морщины. Кожа, она становится плохой и страдает очень сильно. Человек быстро умирает. Потому что контакт воздуха нет. И теперь смотрите, аллергические заболевания. Где они выступают? На коже. Знаете, какие бывают аллергические заболевания? На холод бывает. Представляете, холод только начался, раз аллергия пошла по коже. Вот такое бывает. На цветочки. Вроде бы должно быть прекрасно быть, а цветочек нет. Аллергия. А еще бывает от солнца. Не дай бог солнце попадет. Как мы лечим кожные заболевания? Это все временно. Мажем темно. Это все временно. Вам особо не поможет. Но есть другой вариант. Смотрите, помните, я вам говорил, что нервная система очень сильно связана с эндокринной системой. И наши чувства, пять, непосредственно связаны с эндокринной системой. Если одно чувство не удовлетворяется, сразу же уменьшается, ухудшается эндокринная система. Это железо-внутренний секрет, с которым выделяют гормоны. Гормоны роста, гормоны счастья, гормоны здоровья, гормоны молодости и так далее. Помните? Так вот, если мы плохо себя ведем с кожей, то у нас страдает эндокринная система. Увидели параллель? Если неправильно ослаждаемся кожей, страдает эндокринная система. То есть гормоны начинают страдать. Чем лечат всякие псориазы, допустим, гормональными средствами? Понимаете? Они просто добавляют гормоны автоматом. У человека улучшается все. Но это все время внешние гормоны. Нужны внутренние гормоны. А это нужно соприкосновение и правильное действие в этом мире. Вот видите, какая тонкая параллель? Но стоит правильно войти в контакт с кожей или контакт с воздухом, сразу же гормональная система будет улучшаться. И, соответственно, уже гормоны не нужны, они сами будут вырабатываться и кожа улучшится. Мы знаем, что если тяжелые какие-то кожные высыпи или покрашнения, их обычно лечат гормональными средствами, мазями всякими. Другие мази просто бесполезны. Видите, какая хитрость. Поэтому у нас должно быть духовное отношение со своим женой и со своим мужем. Духовное. То есть обязательно должно быть состояние любви во время, когда друг друга поглаживают. В противном случае будет страдать кожа. Еще второй момент я сказал, что кожа страдает из-за неправильного отношения с воздухом. Воздуха нет. У человека просто появляется много морщин на лице и много усталостей на лице. Как правило, проявляется, может, на руках и так далее. Теперь есть какой-то вопрос. Сейчас вы научитесь лечить все заболевания постепенно. Потому что вся проблема в нас. Все думают, там проблема. Во врачах проблема. Они такие дураки. Не умеют лечить. Не, врачи они бедные на самом деле. Они лечат, ты готовы, просто не знают как. Есть просто проста истина. Наша среда обитания – это природа. Если мы отдаляемся от природы, мы заболеваем. Вот и все. Есть два контакта с природой. Первый контакт – непосредственный физический контакт. Ботинки снял, бесяком пошел. Подышал. Есть психологический контакт. Это расширенное сознание или медитация на те же самые элементы. То есть, если вдруг у вас не получается выйти на природу, вы должны сесть и сконтактировать с природой. Она везде находится. Так ваш контакт, даже находясь в помещении, усилится, потому что вы думаете о природе, думаете о стихиях. Есть какой-то вопрос? Замечательно. Значит, дети. Смотрите, маленький ребенок, он когда только рождается, он никогда не доверяет зрению. Что он делает? Он не доверяет зрению. У него нет критерий еще понимания. Он сначала пытается ощутить. Первое – смотрите, как ребенок тоже так развивается. Первое – он слышит. Это самое сильное чувство у ребенка. Второе самое сильное чувство – это ощущение. Он может сказать, что у него нет, это у него вкус самый сильный. Он в ротик все тянет. Нет на самом деле ощижания. И могу доказать, почему ощижание, а не вкус. Потому что он все подряд в рот кладет. Знаете, даже плохие вещи грязные. Если бы у него был вкус развит, он бы не брал в рот всякие гадочки, песок там и всякие. Он хочет ощутить. И самое сильное ощущение на языке. Он еще не знает вкус, он понимает, он плохо. Главное ему ощутить, что это. И только потом уже приходит вкус и так далее. Но чувство такое развивается у детей постепенно. Поэтому он все хочет ощутить. Он главное такое. Он глазам особо не верит. Вкус еще практически не развит. И как понять, чувство осяжания очищено у нас или нет? Знаете, как понять? Если нам хочется, если мы чувствуем одежду не очень хорошую, если мы чувствуем, что грязная одежда нам тяготит, значит, чувство осяжания более-менее хорошее. Если мы чувствуем, какую одежду носить, какую не носить. Например, чистую хлопчатую бумажную одежду мы носим. И нам это приятно. И как только надеваем другую одежду, химическую, сразу плохо становится. Значит, чистое осяжание. И если мы будем прикасаться с чистыми вещами, опять-таки, чистые вещи – это что? Вода, земля, огонь, воздух. Обязательно должен быть огонь. Я потом об этом целую лекцию вам расскажу. Потому что соприкосновение с огнем очень важно. Огонь он очищает. Всегда очищал везде. И всех. Даже во время смерти. Лучше сжигать всегда людей, чем хоронить. Иначе скоро места не останется на земле. Все будет в кладбищах. Потому что, ну, практичная вещь. Просто сжигать и все. Раньше так и делали всегда. В противном случае места не останется. Тем более, еще никто не воскрес. Поэтому, мог быть, и не воскреснет. Дело такое тонкое. Будем ходить между крестами в будущем. Будем между крестов ходить. В мусульманских странах строят дома над захоронениями. Если кто знает, в арабских странах, там есть такие бедные поселения, где они просто строят дома сверху. Потому что жить просто негде. Там дешевые земли. Можно сверху жить. И еще можно ощущение почувствовать с помощью чувства осязания. Это божественную руку. Можно почувствовать руку Бога. Как она лежит там на правом плече или на левом плече. Можно так почувствовать. Тоже улучшает осязание и даже одухотворяет. И говорится, что некоторые люди, у которых ощущение сильно развито, они могут просто дотронуться до человека, просто дотронуться до руки и увидеть все его прошлые деяния. Представляете? Или то, что он делал вчера, позавчера. Или понять его характер. И некоторые даже могут увидеть будущее с помощью прикосновения. Как только контакт идет, сразу возникает такой момент. Теперь элемент воздуха. Немножко чувства осязания мы с вами разобрали. Мы поняли, как это важно, чувствовать на коже что-то очень важное, чистое. И поняли даже метод, с помощью которого можно улучшить осязание, в том числе и органы осязания или кожу. Это с помощью элемента воздуха. И теперь воздух. Без воздуха мы с вами не можем жить. Это касается всего. Всего наше тело. То есть становится очень тяжело жить. Если воздуха не хватает, то уходит радость. Ее нет. Воздуха нет, радости нет. Вот и все. Воздух непосредственно связан с жизнью. Как только воздуха много, жить хочется. Хочется двигаться. Почему? Воздух самый подвижный из элементов. Если человека жить не хочет, то он не хочет двигаться. Поэтому воздух связан с жизнью непосредственно. У детей сколько воздуха много? Они постоянно двигаются. Им хочется жить, хочется бежать куда-то. Если вы не хотите уже жить, вы никуда не будете идти. Зачем? Все, будете сидеть. Знаете, признак ухода человека из этого мира. Если кто наблюдал очень внимательно уже пожилых наших родителей или отцов, перед самой смертью они теряют интерес полностью ко всему. Он такой раз, ему ничего не интересно. У него кончается полный энтузиазм. Он просто сидит дома и ничего не делает. Значит, через неделю-две он уйдет. Представляете? Вот даже такой момент можно увидеть. Просто нет жизни. Воздуха не хватает. Он как-то так чахнет. Это признак того, что он скоро уйдет из этого мира. То есть элемент воздуха сам выходит, чтобы он уже ушел из этого мира в другое свое предназначение. Итак, воздух необходим, иначе мы с вами станем чахликом. На Украине есть такое понятие. Чахлик немирующий. Кащея бессмертная. Он такой худой, зачах со временем. Такой интересный момент. Если вы остались в квартире на субботу и воскресенье, и не выходите вообще оттуда никак, вам становится плохо. Если так долго будете делать, много тысяч лет, станете чахликом. Есть два варианта. Первый вариант – открыть окно и просунуть туда что? Значит, смотрите. Сейчас мы с вами проведем тренинг, я понял. Я вам говорю. Представьте себе яблоко. Представьте яблоко, давайте. Представили? Теперь вопрос мой к вам. Какое вы себе яблоко представили? Зеленое – раз, красное – два. В принципе, с помощью вопросов можно понять, на ком менталитете человек находится. Потому что каждая картинка будет своя. То есть я говорю яблоко. И каждый человек представляет, какое это должно быть яблоко. Некоторые могут увидеть его червивой. Понимаете? Отначать такое же сознание. Некоторые представляют красный, позитив у них такой в уме. Красный, сочный такой. А некоторые кислые. Это все зависит от нашего настроения. Психологи, они с помощью вопросов могут понять, чем вы там дышите. Так вот, в окно нужно просовывать руку. Потому что голову опасно просовывать. Разумный человек выйдет на улицу. Ну, если стеклопакеты ставить, то можно, конечно, на всю так открыть. Тяжелое детство, скользкий подоконник. Как говорят иногда про детей. У кого тяжелое было детство. Итак, из-за расстройства воздуха в нашем теле у нас воспаляются легкие. Это орган воздуха. Легкие, они всегда в контакте с воздухом. Видите как? Воздух и чувство осязания. То есть мы уже увидели, сколько проблем может быть из неправильного осязания. И сейчас, смотрите, начинаем с воздухом. Потому что воздух непосредственно связан с осязанием. Оказывается, плохой контакт с воздухом. Возникает проблема с легкими. Проблема с бронхами. И проблема с сердцем. Если воздуха не хватает, кислорода не хватает, сердце начинает барахлить. 100%. Зачем в Латвии люди ездят? Из России и других стран. Подышать, чтобы исцелиться. Тут воздух такой средний прохладный. И надо дышать, чтобы теплее стало. А на юге там дышать тяжело. Там очень спертый такой воздух. Поэтому здесь легкие бронхи будут хорошо лечиться. Но не у всех. Это зависит от того, из-за чего у вас все это возникло. Бывает, из-за психического момента это возникает. Проблемы сердца и легких. Тут можно приехать, конечно, легче станет, но потом может опять все это начаться. Поэтому важно работать физически, психически и духовно с этих двух. Поэтому я всегда после каждого чувства объясняю вам психический момент, как к этому относиться. Чувство слуха. Помните психический момент, как надо улучшать? Молчать правильно. Лучше становится. Потом кого-то хочется послушать. Чувство слуха улучшается. Чувство исчезания возникло из тихии воздуха. Это очень важно понять. Плохой воздух дает плохую кожу. Соответственно, может появиться аллергия, заболевания кожи и также заболевания воздушных органов. Это легкие, это бронхи будут болеть. Смотрите, сейчас появилось очень много кожных заболеваний. Как вы думаете, почему? Все дома сидят? Да воздух просто испортили, гады. Видите, как связано воздух с исчезанием? Органы исчезания – это кожа. Смотрите, воздух-то испортили, особенно в больших городах, если поездить. И смотрите, столько аллергии появилось, столько кожных заболеваний. Их порядка 200 видов. Представляете, 200 видов. Их вообще реально, вот эта профессия, те, которые врачи занимаются кожей, они реально иногда просто недоумение, что это за болезнь. Даже специалисты в этой области крайне редки, потому что болезней столько много, их даже не выучить. И также много времени в правильных помещениях, это факт. Вот и все. Поэтому сейчас всякую одежду носим, странную, из химии. И нам уже это особо даже нравится. Раньше люди очень трудные были надеть такую одежду. Им нравился лен, хлопок, они чувствовали себя в этом свежо, свободнее. Тело дышало, они прям чувствовали, тело дышит. Сейчас такую одежду придумали, кожаную там, допустим. Надел кожаные штаны и все. Потом смотришь, с кожей проблемы начинается. Или с легкими проблемы. От доступа к коже, соприкосновения к стихии, нашего осяжания уменьшается. А стихия это что? Это наша жизнь. Это наша среда обитания. Среда обитания уменьшается, все, нам конец. И очень важно заниматься каждому человеку пранаямой. Если он реально мало на природе находится, обязательно он должен заниматься пранаямой, дыхательным упражнением. Это уже потребность. Это не то, что рекомендация, это реальная потребность. Всем людям заниматься пранаямой. Улучшается кожа, становится человеком молодым. И жизнь хочется, жить хочется. Итак, теперь разберем немножко психический момент всего этого. Жизнь и любовь, она связана непосредственно друг с другом. Жизнь и любовь непосредственно. Элемент воздуха находится в области сердца. На прошлой лекции я вам объяснял, что у нас центры, они связаны с элементами. Самый нижний центр находится внизу, в области копчика. Это элемент земля. Это самая близкая связь с землей. Второй центр находится в районе мочевого пузыря. Это элемент вода. Там мочевый пузырь. Все взаимосвязано. Так говорят древние писания. Третий центр это что? Пупок. Или манипура. Центр манипуры. Там элемент какой? Огонь. Да, но мы это еще не прошли пока. Следующий центр это район, центр груди. Это нахата. Какой элемент? Воздуха. Видите как? Что там находится? Сердце. Там что находится? Любовь. Видите как все взаимосвязано? Сейчас вы увидите. Такие тонкие вещи. Поэтому сердце страдает из-за нехватки любви. А любовь, она идет от жизни. Вот так. А жизнь идет от воздуха. Потом дома разберетесь. Сверхомыслием нужно место, чтобы это понять. Тонкость такие. Это все очень взаимосвязано. Если человеку жить не хочется, он не будет никого любить. Видите как жизнь связана с любовью непосредственно. И вот это сердце это обитель любви. Если у нас сердце болит, то есть сколько причин? Две. Первая. Нехватка воздуха. Вторая. Не хотим жить. Можно даже третья. Не хотим кого-то любить. Или неправильно любим. Или обманываем себя. Если мы лишаем детей любви или нормальной жизни, у них что заболевает? Сердце заболевает. Смотрите, любовь и жизнь. Если мы не даем ребенку жить нормально, или сдаем его в интернат, он нам не нужен, то в принципе мы не даем ему жить. У него страдает сердце. И если даже он живет в нашей семье, у него тоже будет страдать сердце, если мы его не любим. Это тоже важно понять. И сейчас в основном дети болеют сердечной недостаточностью. Просто повально. Не знаю, как здесь в Латвии, но в других странах просто повальная проблема. Сердечная недостаточность у детей. Это возникает из-за того, что родителям такой ребенок не нужен. Или поиграли с первые два года, как часто бывает, и уже неинтересен. Не везде, но так или иначе, мы уже так. Ребенок для нас что? Тяга или проблема. Такое тоже есть. Это редкий случай, но такое есть. И часто ребенок рождается уже с проблемами сердца. Ой, случайно появился. Ой, случайно, не хотели мы. Вот, он случайно появился. Понимаете, очень важно начинать детей с правильным пониманием. У нас, как правило, большинство людей появляется так, случайно появился. Теперь возникает вопрос, делать или не делать. Делать обороты или не делать. Понимаете, ребенок это все впитывает. Он чувствует, ага, меня не любят. Я случайный, без капусты. У него начинается что? Беспокойство. Беспокойство влияет на эндокринную систему. Эндокринная система разрушает, она контролирует весь организм, в том числе и рост ребенка. Эндокринная система, которая выделяет гормоны, она контролирует все тело. Достаточно один гормон какой-то убрать, у человека будет так, ааа, не хочу ничего делать. Он станет таким пессимистом полнейшим. Его невозможно будет расшатать и вдохновить. Это просто какой-то гормон убрать. Если гормон роста убрать, человек не будет вообще расти, он будет маленьким, карликовым. Просто карликовым, недоразвитым. Поэтому очень важно, психологический момент, очень важен, как мы относимся. Внешне мы можем ему дарить подарки, приглашать кучу друзей, а он все нервничает, ему все это не нравится. Знаете, ему не хватает любви, вот и все. Поэтому очень важный психологический момент – это любовь и правильное отношение к тому человеку, который рядом есть. Теперь вы должны подумать, кто у вас рядом есть и как вы к нему относитесь. Внешне вы можете даже хорошо к нему относиться, а внутри? Он вам радует вас или не радует? Хотите вы как-то с ним контактить или не хотите? Если психически внутри не хотите, вы должны понять, почему вы не хотите это изменить. Вот в чем дело. В противном случае вы будете доставлять беспокойство этому человеку и себе в том числе, потому что у вас возникнет проблема с сердцем, проблема с легкими, проблема с воздухом, там, глядишь, и с кожей. Все взаимосвязано. Смотрите, дети вырастают постепенно, не получая любви. Ну, допустим, не получили все-таки, настроение было плохое. Они не получили любви, но они ее хотят, правильно? Они ее возьмут силой, эту любовь. Вот откуда дерзкий разврат. Оттуда и возникает. Если ребенок был обделен любовью, он пытается ее получить силой. Или не силой, а просто получить всячески. Ему уже не важно, кто там. Начинается разврат. Потому что ребенок не получил этого. Он хочет этого достичь, этого как бы докушать, можно так сказать. И часто родители могут не давать ребенку жить. Они выбирают за него профессию. Выбирают за него, что ему делать, куда учиться. И таким образом они его жизнь немножко задавливают. У них возникает проблема у детей. Они не знают, кем ему быть. Если ребенок не знает, кем ему быть, его, скорее всего, родители задавили чуть-чуть. Своим мнением, своими как премудростями чрезмерными. Значит, не даем ему развиваться. Он просто не понимает, кто он и что ему делать. Значит, он уже как бы сбил с точки понимания таких каких-то вещей. Мы должны проявлять. Если дальше ребенок говорит глупость, он говорит, хочу быть врачом. Надо говорить, молодец, вперед. Попробуй, купите ему игрушки. Хочу быть там космонавтом. Нет проблем. Не надо ему говорить за глупости. Или хочу быть дворником. Такое слышали от детей? Поднимите руки, кто слышал. Здесь, видите, как надо, как молодец. Вот тебе веничек подметает, начинается с квартиры. То есть мы не должны энтузиазму убирать, не должны жить у детей. Пускай это его как бы размышления, не пускай вытворяются в жизнь. Потому что если они не вытворяются, а мы их на первом этапе давим, то потом он постепенно у него все меньше и меньше энтузиазма что-то продумывает, что-то придумывает. Пускай думает, пускай строит. Если он хочет быть строительным, пускай в доме что-то строит из подушек, ради Бога. Потом просто уберите за него. Но у него будет развиваться его мышление, его свобода мысли. Это очень важно. Мы должны очень точно, тонко к этому подходить. Иначе дети, они страдают, начиная с детства. Потом мы говорим, какой дурак вырос. На самом деле 50% воспитания детей зависит от родителей. Не от того, что у них такой он уродился по генам. 50% зависит от родителей. Мы можем настолько ему внедрить правильное общение, правильное поведение. Можно с детства просто научить ребенка не кидать фантики. А если папа домой приходит, все вещи разбросаны, ножки везде валяются. Такое часто в семье бывает. Жена не успевает это все убирать. Ребенок все это видит. Что он впитывает? Такое же настроение. Потом вдруг он психологически делает неосознанно. Разбросил туда, разбросил туда. Вот в Индии в этом плане опасно ехать. Там все бросают на землю. Или на асфальт. Там такая традиция. Если там полгода пожить, то тоже автоматом уже все выбрасываешь на улицу. Если там машину поводить столько же времени, то так же будешь все правила нарушать. И будешь думать, зачем мне нужны эти правила. Я шустрее всех. Раз и все. Это очень важно. От родителей зависит очень много. Поэтому если у вас болит сердце, легкие, кожа, то вы должны все эти моменты у себя проанализировать и их изменить, чтобы вылечиться. Итак, вопрос к вам всем, чтобы дать вам возможность подумать, как лечить морщины. Ваше предположение. Думать только о хороших вещах. Морщины могут появиться, улыбавшись, как много думать будет о хороших вещах. Если морщины появились, что делать? Некоторые йоги говорят на голове стоять. Можно шею все сломать. По воздуху ходить. А в солнце могут еще больше морщин стать. Не думайте о морщинах. Они так не уменьшатся. Любить – это лекарство для всего. Пронояма заниматься. Дыхательными упражнениями. Потому что от солнца могут появиться морщины. Те люди, которые чрезмерно на солнце находятся, там, таксисты, еще кто-то, они очень сильно, у них кожа страдает. Можно полностью омолодить себя без хирургического вмешательства, занимаясь пронояма ровно за год. Кожа будет чистенькая, хорошенькая. Вот в этом секрет пронояма. Пронояма – это специальное упражнение, с помощью которых вы увеличиваете во много раз контакт с воздухом. Во много раз больше, чем нежели вы будете находиться на открытом воздухе. В этом секрет мудрецов. Пронояма, она помимо того, что омолаживает, она еще делает так, что у вас ум успокаивается. И соображалка лучше работает. Который… Где находится соображалка? Да, в районе сердца. Почему в районе сердца? Да, ум находится в районе сердца, правильно. Там, где находится душа. Душу покрывает ум. Потом покрывает разум, потом эти чувства. Это наш контакт. Наше истинное я смотрит на этот мир через призму ума и чувств. Поэтому, если кто-то нам по голове ударил, у нас такое же возникает настроение на этот мир. Если нам все хорошо делают, у нас такое же настроение к этому миру. То есть мы смотрим на этот мир через чувства. Как только почувствуем, как они неправильно проехались, возникает проблема. Если от женщины ушел муж, то женщина как смотрит на других мужчин? Плохо. Если второй раз ушел, еще хуже. А если третий ушел, уже не смотрит. Итак, психологический момент еще один. Это мы не должны перекрывать воздух другим существам, другим людям. Перекрывать воздух. Мы должны позволять им выбирать, как им жить. Если директор фирмы хочет фирму развалить, он должен всех там зажать. Перекрыть всем кислород. И тогда у людей энтузиазм уменьшится. Почему? Потому что воздух связан с жизнью. А жизнь это энтузиазм. Все. Не будет новых лидеров на фирме. Можно сказать, зачем? Личная ответственность наказуема. И так же везде. Кислород нельзя никому перекрывать. Если мы перекрываем кислород кому-то, наш кислород автоматом перекрывается. Зуб за зуб. Такой закон судьбы. Мы сделали плохое, нам это свернулось. Нам кто-то взял, другой кислород перекрыл. У нас возникают заболевания легких, бронх, сердца, горла и кожи. Когда нам перекрыли кислород, что мы делаем? Краснеем. Моментально. Если вы стесняетесь, вы зажимаете себя. Стеснение означает что? Стеснять себя. Понимаете? Сразу краснение возникает. Воздуха не хватает. Волнение. Что такое? Сжатие. Ваш ум, перестать ум свой контролировать. Потому что у вас жизнь прекращается. Вы не можете подумать. Свобода уменьшается. Жизнь уменьшается. Как бы желание себя проявить. Вы начинаете волноваться. Поэтому от волнения. Как надо избавляться? Дыханием. Да. Вот как только начали волноваться, начинайте дышать. Глубоко. Если женщина рожает ребенка, что ей говорят? Зачем? Чтобы спазма не было. Понимаете? Чтобы не было зажатого состояния. Чтобы она расслабилась. Она расслабляется. У нее больше жизни появляется. И все нормально. Ребенок нормально выходит. Вот. Поэтому очень важно культировать всю любовь, хорошее отношение и проанализировать все свои отношения к людям. Люди сами себе кислород перекрывают на самом деле. Сами себе, своим отношением к людям. Поэтому проанализируйте, по крайней мере, тех, кто живет рядом с вами. Как вы к нему относитесь? Да, возможно, мы все несовершенные. Возможно, он плохой. Но всегда в каждом человеке можно найти позитив. Но давайте попробуем. Негатив какой есть? Гнев. Какой позитив? Энтузистичный. То есть, понимаете, если мы видим человека, он такой гневливый, значит, он такой сильный, энтузистичный. Еще какой негатив вы можете найти? Зависть. Какие сильные желания у него? Какой можно позитив в зависти найти? Человек завидует. Хочет любви? Правильно. Люди нам завидуют, что хочет любви от нас или хорошего отношения. Какой еще негатив есть? Пессимизм. Итак, положительное качество пессимизма. Спокойный. Или рассудительный. Пессимизм. Может, так не получится. Он начинает так, скорее всего, не получится, потому что то, все, это. Это пессимизм. Понимаете? Разумный. Видите, как? И спокойный. Ничего не делать, как правило. Вот так же мы не должны думать. Такими критериями. Иначе наше сознание становится очень плохим. Этот плохой, этот плохой, этот такой плохой характер. Это вообще не умеет себя вести, это не так выглядит. Понимаете, у нас контакт с чувствами ухудшается. От чего зависит наше счастье? Понимаете, такой человек полностью радостный, полностью такой активный, жизненный, такой бегает, как маленький щеночек, который только что научился бегать, как самоседший, радуется всем. Прыгает, ты пытаешься его там остановить, наказать, а он все равно радуется. От чего зависит наше счастье? От чувств. Вот и все. Если счастье уменьшилось, какое-то чувство у вас страдает. Мы должны все это пересмотреть, анализировать и улучшать. Чувства очень важны, они непосредственно контакт с этим миром. Как только контакт уменьшается, чувства с этим миром, у нас возникает проблема. Мы теряем свою среду обитания. Чувства начинают чахнуть, нам становится совсем плохо и хочется что-то плохое сделать. Как говорят, пессимизм. Человек слишком соточенный, разумный становится, терменно спокойный по отношению к жизни. Такие у вас есть вопросы. Как лечить кожу, помните, да? Я говорил, что контакт с воздухом очень необходим. И такие как явления, как нудизм поощряются, смотря как, если наедине, то нормально. Это правильный контакт. Потому что я говорю, что контакт слуха, должен быть вообще ничего не слушать, никого видеть. Мы привязываемся глазами. Нудизм – это плохо. Нудизм – это очень плохо. Потому что там, как правило, присутствуют два пола, а они имеют свойство притягиваться. Оттуда что нарушение какое идет? Чувство осязания кожи. Поэтому можно так сказать. Не нудизм, а контакт человека с природой. Вот. Индивидуальный контакт. Совместно не нужен. То есть, приветствуется индивидуальный контакт. Пойти обнимать деревья – замечательно. Совместно это делать не стоит. Это немножко неправильно. Насморк и кашель. Как вы думаете, от чего возникает насморк и от чего возникает кашель? Мы еще не разобрали все элементы. Иногда бывает из-за огня. Элементы огня. Потом дальше это разберем. Какой еще есть вопрос? Я говорю, что пранаяма много раз улучшает кожу. Но если это делать дома, то нужно открыть форточку. Какой бы воздух ни был, лучше заниматься пранаямой по-любому. Потому что пранаяма, сами дыхательные упражнения, они улучшают шарикуляцию всего и улучшают метаболизм. Организм активизируется очень сильно. И все даже не частот, которые вы вдохнули, они все будут улетучиваться просто. Но всегда лучше на свежем воздухе. Всегда лучше на свежем воздухе. На свежем воздухе лучше дышится. Особенно в горах. Пранаяма эффективно идет. Но вы больше получите шлаков от того, что вы не дышите. Потому что возникает чрезмерный углекислый газ. А если дыхание не глубокое совсем, то еще хуже. То не прорабатывается, не получают кислород многие органы. Поэтому можно дышать даже на шахте. Заниматься пранаямом, у вас легкие будут чистые. А у всех остальных от угля черные. Потому что когда вы дышите, у вас увеличивается внутренний огонь. Этот огонь все начинает очищать. Если утром подышали пранаямой, вы в туалет сходите три раза, прежде чем пойдете на работу. То есть настолько все быстро увеличивается. Лишняя вода уходит и все улетучивается. А если эффективные пранаямы с задержками дыхания, оно делает так, что поры кожи открываются и даже пот выступает. Хотя даже зима. Представляете, носок очищается. Выбивает все грязные каналы какие-то там и так далее. Какие еще вопросы? Только гормональная мази. Как правило, помогает на время. В общей смысле они не помогут. Потому что вот эти чужие гормоны, они потом вышибают другие проблемы. Да, это все равно, что себе ухудшать. Да, временно хорошо, замечательно. Потом начинают усы расти. Или наоборот, выпадать волосы. Очень резко и быстро. Гормоны берут из животных. И там разные особи есть. Есть мужские особи, есть женские, есть свиньи, есть лошади. Смотрите, вопрос такой. Если родственник появился от мужа и он наркоман, что делать? Какой вопрос был? А, какой найти в нем позитив? Родственник. Можно еще поискать. Потому что не пообщаться просто. Наверняка, может быть, какие-то можно найти хорошие качества. Просто можно, конечно, плохо о нем думать. От этого только нам хуже будет. Все хуже и хуже. Помочь ему, это только он сможет себе помочь. Или отвезти его на необитаемый остров. Очень хороший вариант. Кстати, о, хорошая идея. Сделать такую лечебницу на острове, где нет всякой конопли, растет. Хорошая методика, кстати. На остров их никуда не убежит, не уплывет. А если уплывет, ну и ладно. Потому что наркомане очень тяжело лечатся. Это проблема, это болезнь от того, что жизни не хватает, счастья нет. И человек пытается химически себе счастье увеличить. Нет счастья в жизни. Он пытается раз себе. О, как ты классно стал. Или притупился. И он становится хорошо. То есть внутри человека, можно его даже любить. Вот этого у него в любовь не появляется. Потому что как он к людям относится, так у него и откликивается. Если он никого не любит, может его весь мир любить. При этом от него исходит выбор. Хочет он кого-то любить или не хочет. Поэтому помочь он может себе сам. Только он. Если он повстречает ту личность, которая сможет пробиться к его разуму. Наркомания – это болезнь разума. Поэтому лечить практически нереально. Как насчет детей наркоманов? Это проблема общества. Обществу не нужны дети. Они особо никого не любят. Общество детей, начиная с утра, у матери убивает. Общество. То есть общество особо на дети так не смотрит. Вообще, настоящее общество, чистое общество, всегда заботится о трех. Это о детях, о престарелых и о женщинах. Это настоящее чистое общество. Если такого нет в обществе, это плохое общество. Это не цивилизавшее. Это деградация. Если дети наркоманы, очень сложно что-то изменить. Потому что с самого детства там меняется все. Меняется его структура, даже тело. Он уже без наркотиков просто не может понять, как жить. Какой еще был вопрос? Алкоголизм – болезнь разума, да. Если муж запил, жене нужно влюбиться в мужа. Потому что мужчина, когда он приходит с работы, мужчина, он как бы больше такой, мышечная структура у него больше. Он больше напрягается все время, понимаете. Женщина, наверное, расслаблена. И поэтому мужчина, входя на работу, он больше напрягается. Даже психологически, просто психологически. Как говорят инь-янь. Мужское и женское начало. Или луна, луна и солнце. Солнце – это напряжение, луна – расслабление. Луна – это охлаждение, солнце – нагревание. Мужчина перегрелся на работе. Пришел домой. И должен быть контакт с луной. С прохладой. Если женщина как-то, ну ладно, пришел. Он напрягается, 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 напрягается. Потом что делает? Буль, 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 буль. Расслабляется. Ему чисто психологически, он уже на подсознание тянется к бутылке. Ему хочется расслабиться, все так тяжело. Раз, 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 раз. А если все замечать, зачем ему пить? Он может пить по привычке. Алкоголизм – проблема общества. Знаете почему? Кто придумал такие, как бы сказать, обряды? За упокой. Раз. На праздник – два. На день рождения – три. На свадьбу – четыре. Понимаете, мы сами все это придумали, потом сами страдаем. Вот если убрать эти, как бы сказать, как это, традиции, вот эту глупую традицию убрать, все будет замечательно. Просто есть другая проблема алкоголизма, не то, что нас кто-то не любит, просто привычка. И привычка начинается с первой капли. Раз, два, три. Потом бесполезно. Бывает еще такой момент. У человека есть привычка, но он, как бы сказать, не пьет только потому, что много работы, он много бегает туда-сюда. Знаете, много действует. Как только он теряет энтузиазм в деятельности, он начинает спиваться. Как только он его с работы увольняет, он начинает пить. Поэтому очень важен такой момент, что традиция у нас, у нас в традиции проблема. Очень серьезно. Насчет алкоголизма. Это повально, не знаю, как в Латвии. Если посмотреть в других странах, бывшие в СНГ, там повально просто спились. Особенно в селах, у них слишком много благости. Они там просто спиваются. Женщики – то же самое, общество. Если, я понял, умеренное употребление алкоголя, умеренное – чуть-чуть имеется в виду. В хорошей компании, в теплой, прекрасно чуть-чуть, по чуть-чуть выпить. Как правило, если вы это будете делать, компанию потеряете со временем. Потому что привычка-то идет чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Я думаю, все не употребляют алкоголь. Это такая плохая вещь, зачем ее употреблять? Если женщина употребляет наркотики, а мужчина пьет, они разведутся. Что, такие случаи есть? Если бы хоть один бы не пил, еще бы как-то помогли бы. Кто приходит на помощь женщине? Женщина. Потому что мужчина не считает, что это проблема. Мужчина думает, что это вообще не проблема. Женщина приходит, но с проблемой. У меня такая проблема, там все, мне там сказали, там на работе, что я кривая, там. Он говорит, это не проблема. Кто приходит на помощь женщине? Другая женщина, которая тоже это все понимает. Если женщина принимает наркотики, а мужчина пьет, кто им поможет? Женщина. Это факт. Мужчине может помочь женщина. Это факт. И женщине может помочь женщина. Понимаете намеки? Какой еще вопрос? Я больше склонен к древнему опыту, который проверен веками. Я слышал о дыхании бутейка, но я больше все-таки доверяю тем, кто прошел это, прошло что-то испытание веками. На 100% уверен, что югические пронаймы, они очень эффективны. Не только на том, что из-за того, что он древний. Я проверил на своей практике. Закаливание. Хорошая идея. Чрезмерно закаливаться нельзя. Нужно среднее. Иначе нагрузка идет на все. Можно почки себе простудить. Можно почечной недостаточной быть. Это очень тяжелая болезнь. А среднее закаливание приветствуется. Но чрезмерное моржевание, оно источает внутреннюю силу. Отжиз. Это страсть. Человек попадает в страсть. Сейчас я тут всем. Он теряет внутреннюю силу. Это гордость. Она убивает энергию. Есть внутренняя сила. Отжиз называется. Отжиз. Это благость. Это спокойствие. Там чрезмерность не должно быть. Отжиз. Это среднее. Между этим, горячим и холодным чрезмерным. Закаливание очень сильной штуком. Это тоже аскеза считается. Каждое утро идти закаливаться. Это очень тяжело. Женщина всех может помочь. У нее больше любви. У нее больше отжиза. Зачем мужчин нужны? Может быть, они не нужны. Я не знаю. На самом деле, женщина без мужчины жить не сможет. Кто ее защищать-то будет? Итак, теперь мы будем с вами контактить с воздухом. Сейчас сделаем с вами такую простую медитацию. Поэтому постарайтесь опять дышать глубоко, с любовью. Потому что воздух – это любовь, это жизнь. Каждый вдох – это вы чувствуете любовь, вдыхаете любовь, и каждый выдох – вы выдыхаете любовь другому человеку. И говорите – возьми любовь. Итак, давайте дышите. Итак, давайте дышите. Начинайте дышать. Глубокий вдох очень медленный и выдох очень медленный. Сосредотачиваемся опять на всем теле. Чувствуем себя. Вот я здесь. Теперь ссоточьтесь на своей коже, почувствуйте кожу, которая закрывает что? Мясо, покров. На покров ссоточьтесь. На всем теле постарайтесь. Ощутите кожу на голове, на стопах, на руках, на животе, на спине. Хорошенько на ней шатуйтесь. Почувствуйте только ее, как будто кокон. Только кожу. Теперь постарайтесь ощутить своим чувством осяжания верхнюю одежду. Одежду свою, которая соприкасается с кожей. Почувствуйте одежду. Обувь почувствуйте. Хорошенько прочувствуйте штаны или юбку. Майку, рубашку, блузку. Постарайтесь это сделать максимально. Дышите медленно и глубоко. Не забывайте про дыхание. Вы начинаете ощущать более тонкие ощущения своим чувством осяжания. Радость у вас увеличивается. И теперь при вдохе вы представляете или чувствуете, как воздух заходит через вашу кожу, через поры на коже. При вдохе вы вдыхаете всей кожи и впитывается всем телом этот воздух. И при выдохе выходит все напряжение. Чрезмерный жар. Все напряжение выходит. Дыхание глубокое, медленное. При вдохе вы чувствуете, как свежий чистый воздух заходит внутрь к вам и рассасывается внутри. А при выдохе вы ощущаете, как все напряжение, давление, жар чрезмерный, он уходит. Очень хорошо, постепенно, медленно приходим в себя. Открываем глазки. Осяжание улучшилось. Вот если так будете делать, оно будет совершенным. Осяжание. Осяжание можно осяжать даже на больших расстояниях, я вам по секрету скажу. Итак, последние два вопроса. Человеческая сила? Творческая сила, да. Можно сказать, связана с воздухом. Потому что, чтобы быть творческим, нужно быть очень подвижным или гибким. А это воздух. Самый быстрый элемент из пяти. Земля, очень тяжелый, неподвижный. Вода, немножко движения есть, но маленькая. Огонь. Движения еще больше, чем воды. У воздуха самое большее движение, оно очень активный воздух. Поэтому, чтобы придумывать, быть творческим, нужно, чтобы элементов воздуха было много. Активность нужна. А это пронояма, это воздух. Курение не связано с недостатком воздуха. Курение, оно связано с нелетворенностью, прикосновением губ или еще что-то к чему-то. Некоторые даже уже не курят, а просто сигареты в губах держат. Курение связано с нехваткой счастья. Не хватает счастья. Все, надо как-то забыться. Когда человек курит, он может в таком состоянии, как-то все равно становится. Слишком много интоксикаций. Это никотин. Это наркотическое вещество достаточно сильного действия на самом деле. Вот оно вызывает очень сильнейшее привыкание. Практически как наркотик. Так же, как чай и кофе. Нельзя кушать все эти вещества. Чай и кофе, они очень токсичны. И они влияют на гормональную систему, как и чеснок. Потом по секрету скажу. Любой чай, где существует кофеин. Кофеин – это наркотик так же. Я сейчас не помню все его химические составы. Я это изучал в свое время. С научной точки зрения. Потому что он очень токсичен и очень томосичен. То есть томосичен – много невежества. Когда его много поешь, то как-то плохо становится. Вот возьмите просто чрезмерно его попейте. Там какой-нибудь коктейль такой, где очень много кофе. Он густой такой. Выпейте три чашки. И он так как-то плохо станет. Да, спокойно так будете себя ощущать. Но как-то совсем так. Зеленый чай – это много кофеина. Даже больше, чем обычного. Что пить? Хороший вопрос. Что пить? Знаете, столько всего есть. Смотрите, все остальное пейте, кроме тех веществ, где находится кофеин. Это чай и кофе все. Все остальное можете пить. Видите, столько много всего. Компоты, чаи всякие. Их столько всего. Можно и специи делать, уникальные чаи. В этом плане в Индии очень много всего. То есть все можете пить, кроме алкоголя, кофеина. Очень вредно пить чай с молоком, в том числе и кофе. Это как подобно тому, как благость это молоко, а не вежество чая. Сочетание будет кошмар. Лучше одно молоко или один чай, если на то пошло. Лучше не сочетать. То потом такая каша в голове начинается. Мы это еще перейдем. Мы с вами будем изучать чувство вкуса. Все будут хохотать. А чувство зрения, как интересно изучить. Это мы все время на кого-то смотрим. Постоянно. Последний вопрос. Заметили, вот когда я говорю, последний вопрос. Вы за собой наблюдаете, нет? За вашим настроением. Человек сильный, он знает, о чем думает. Я говорю, последний вопрос. Какие ассоциации? Скоро вставать. Надо идти. На самом деле, человек, который не умеет себя контролировать, его легко понять. Можно просто какие-то вещи сказать, и уже понимаешь, о чем он думает. Нет последнего вопроса. Замечательно. Видите, как классно? Да. Влияние компьютера на человечество. На здоровье. Влияние компьютера на здоровье. Я не знаю. 8 часов в день. Если делать пранаяму, без проблем. Хоть 10. Будет много силы, много будет энтузиазма. Воздух дает нам энергию, он дает прану, жизнь дает, силу дает. Это очень важная штука. Чрезмерный компьютер плохо. Садится что? Психика. И зрение тоже. Да. Крупье. У них очень чуткое осязание, наверное, должно быть. Я не знаю. Там не бываю обычно. Я не наблюдал. Компьютерные игры – это ажартные игры. Но если ажарт у вас в глазах видно, значит ажартные. Ажарт в глазах есть? Если на 12 часов подряд играете, значит ажартные. Вы в ажарке. Невозможно играть в игры без ажарта. Ажартные игры – это ажартные игры.